Всем привет! Добро пожаловать в Амагнабару! И в Амагнабару не безумие! Хе-хе-хе, какая-то смешная! Ну че, а отфитов на дэй? Да, я правда уже уходила и пришла, но мы сейчас снова уходим, поэтому в перерыве вам показываем. Вот это Бася. Бася хочет с нами пойти, но она не пойдет никуда. Бася дома остается. Бася дома. Ну очень красиво, ну очень красиво. Так, это рубашечка H&M. Я не в курсе. Или резерв. Посмотри, что там написано. Мы не готовы к аутфиту. Резерв. 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 Это Глентфилд. Мне очень нравится. У Ани есть такая же, только... Она красится. В джинсового цвета она у нее красится. Джинсы. Джиггерсы. Джиггерсы, да. Это H&M. Ну а все остальное вы знаете. А это мне Аня дала на прокат. Арифлейм. А это Tenerife Girls. Это Tenerife. Та-дам. У Аньки скучный аутфит. У Аньки джинсы. Кофточка из Benetton. И... Та-дамки. 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 Все. Больше ничего у Ани нет. Мой большой чем-дэм. Я хотела одну вещь купить, но она мне не подошла. Хотела такую глискучку на Новый год. Ну вообще она никак не смотрится. Ну по крайней мере на мне. Просто висит и все. Я думаю, что на многих она плохо смотрится, потому что на вешалке их очень много, и уже две или три недели никто не раскупает. Я два размера взяла, но они оба мне не подошли. Печелька. Мы вышли из Неспресса. Мне сегодня на эфире напомнили, что у нас заканчивается кофе. Ну, просто спросили, когда мы за кофе пойдем. Аккуратно! Последний момент, что вы падаете, девушка. Девушка, у нас сегодня очень тепло, правда, у меня почему-то замерзла. Я вообще не поняла этого комментария. У нас 23 градуса тепла, и второй день у нас... Ой! Это кто-то дует. Там как у меня лимонором властью подходит. У нас венит воду пить. Ты зачем ты сказала? Никто не слышал. В общем, очень холодно. Да не холодно совсем. Очень холодно. Какой-то непонятный дождь-туман. В общем, из воздуха материализуется вода непонятная. Да, капельки в воздухе. Вот типа тумана что-то. Да. И мы сейчас идем в Ильдабуте, потому что... Ань, книли мне пальчиками. Потому что... Вот другим пальчиками. Попробуй. Вот пальчик свободный. Вот свободный. Переложи к пальчику. В общем, мы идем в Ильдабуте. Там сегодня акция. Нам позвонили, пригласили. В субботу или воскресенье. Вот на воскресенье в самый-самый пожизни маленький туман. Да. У нас несколько вещей закончилось. Ничего интересного. Просто обычные вещи, которыми мы пользуемся. Мы в Камергерском переулке. Здесь вот огонечки. А ты смотришь, не фонари Камергерского. Они самые уникальные. Потом здесь, наконец-то... Таких фонари нигде нет. Пожалуйста, фонари Камергерского. А ты поближе с ней. А ты поближе. Вот, пожалуйста, поближе. Вот, таких фонарей больше в Москве. Нет. Они не популируют. Такой буквой зимы. Они не популируют. В общем, вот это единственное место, в котором у нас включены огоньки. Вот так, на улице. Я сняла эту витрину, Ольга Ростиславовна. Я контролю. Ваши губы красивые тоже сняла. И мы идем туда. Очень красивые, на самом деле. Зато здесь очень всегда классное освещение. У них холодный свет в этих фонарях. И мы такие, прям, смотри, красивые. Здесь всегда очень хорошее освещение. Этот переулок считается очень-очень туристическим. Плюс тут еще МХАТ. Куча кафешек. И, конечно... Но больше всего туристические. Да. Конечно, здесь все в первую очередь дело. Здесь самые большие. Никогда сюда не приходите в кафе. Здесь вообще есть нельзя. Отвратительно. Даже сетевые заведения здесь ужасные. Потому что все еще надо то, что придет человек один раз. Ну, отравится уже просто честно. Ну, не отравится, просто невкусно. Ой, ну просто ужасно. Здесь даже Прайм с Старбуксом. О, Старбукс, кстати, закрыли даже. В общем, даже Прайм со Старбуксом здесь нехорошие. Поэтому здесь не надо никуда заходить. Вот так. Ой, какая я желтая. Мы тут наткнулись на... У нас на Трешской площади, оказывается, проходят дни Дальнего Востока. Здесь очень много морепродуктов. Очень много рыбы. Очень много айкры. Живой камчатский краб продается. Пойдемте посмотрим живого камчатского краба. Пойдемте вместе все. Вон он живой. Их там двое. Спасибо. Только двух в Камчатке не имеешь? Да, самих продали. Вот, такой живой камчатский краб. Здесь еще виды Камчатки. Кто у нас в Камчатке? Видите, у нас... Мы как дикие смотрим на виды. Очень красиво. Посмотри, какие сухорные там были. Синские столбы, Якутия. Очень красиво. Да, это Камчатка, но Якутия тоже. Да, фотографии шикарные. Они подсвечены изнутри. Дальневосточный леопард. Красавец. Смотри, какой белый олень. Северный олень. Ой, какой красавец. Слушай, мы здесь трепутся, так он череный. Что? Да, нам надо идти. В общем, много всего интересного. А мы побежали дальше в магазин. Дождь пошел. Дождь пошел. А у нас нет зонтика. А мы вернулись. Мы на самом деле давно вернулись. Мы уже даже и поужинали, уже даже и чай попили. Ой, кстати, чай я уже туда убрала. Покажи, какой вы сегодня пили. Я сейчас покажу обязательно, потому что мы его, да, только что получили. Мы делали заказ в Инстамарт. И только что получили, его попробовали. Вы нам его порекомендовали. Ну, честно говоря, это мне нужно залезть в Инстаграм и узнать, кто порекомендовал. В Инстаграме мне написали, в Директ. А, вот такой чай. Я бы в жизни его сама не купила. Это Тикейн Винтер Зейт. Вот так он называется. Он офигенно вкусный. Вот, если вы пробовали глек в Икеа или, ну, какой-то вот безалкогольный, но похоже на глинтвейн напиток. Здесь я вам сейчас прочитаю состав. Ну, единственное, здесь есть ароматизатор, пряное печенье, но все остальное натуральное. Гибиску, шиповник, корица, яблоко, цедра апельсина, листья сладкой ежевики, ягоды черной бузины, цедра лимона и гвоздика. Очень вкусно, с сахаром, вообще реально вот прям такой глинтвейн-глинтвейн, но безалкогольный. Вот, дальше. Значит, мы взяли... Уже все у нас тут забрали, да, то, что мы купили. И мясо уже... Мясо уже приготовили. Салат уже открыли. Сейчас я все вытащу. У нас была доставка, значит, из Инставарт. Мы берем много воды сразу, чтобы она у нас была. И вот мы взяли новый салат. Man's Power. Потому что здесь есть кейл. А у нас кейл, ну, просто в обычном виде, то есть, как в кочене, не продается. А здесь, ну, хоть можно его было взять, вот в этом микте. Ну, и как всегда, девчачий микс. Мы уже готовимся к Новому году. Мы купили себе каву. Это игристое вино испанское. У нас не очень большой выбор кавы. Вот, фрешене, но в фрешене нет полусладкого. Ну, как вина, кавы полусладкой. А вот это я не знаю, этой марки. Но она полусладкая. Вот. Дальше. Мы взяли творог. Пятипроцентный. Очень, кстати, вкусный. Нам понравился вот этот творог. Это, знаете, верный знак, что его перестанут продавать у нас в магазине. Мы взяли корицу, потому что у нас корица закончилась. И у нас в Алисеевском начали продавать вот это испанское мыло. И мы в прошлом году брали, в этом году тоже взяли. Это елка. Очень вкусно пахнет. В прошлом году мы все вымылили. И там, ну, целый стенд, очень много этого мыла. У нас в Москве в Торге перестали продавать. Еще в нескольких местах перестали. Так что очень радостно, что в Алисеевском теперь продают. Взяли вот это наше средство для мытья посуды. Японское, по-моему, оно или корейское. В общем, фирма Джапоника. В Джапонике очень много разных средств. И косметических, и бытовых. Ну, в общем, вот такой. Дальше. Из Инстамарта к нам приехало много круп. У нас булгур продается в Елисеевском только маленький. 300, по-моему, грамм. А здесь он продается 500 граммовый. Это фирма Бравали. И мы взяли много сразу булгура. И снова взяли ту самую... Огромную гречку, потому что мы ее уже съели. И теперь у нас снова есть гречка на 2 килограмма. Ну, там чуть-чуть и осталось. Но теперь у нас есть снова гречка на 2 килограмма. Я говорю, моих ушек не видно. Ты камеру по-другому поставь, вы это видно. Я сегодня проводила прямой эфир. Вы можете зайти на мой канал. Анита Смайл. В общем, он где-то на экране есть. Вот. И еще посмотреть этот прямой эфир. Я делала вот этот макияж. Кого-то интересовали, какие у меня тени. Что? Давайте быстренько расскажем всем-всем-всем-всем, что мы взяли. Мы взяли, в принципе, все то, что мы берем обычно. Просто до 14-го числа все еще идет скидка в Эль-Де-Буте. И можно со скидками что-то там взять, что вам нужно постоянно. Итак, пожалуйста. Я взяла... Но это, правда, по-моему, без скидки идет. У меня закончилась двухфазовая жидкость для снятия макияжа с Вексифора. Что, я что-то взяла. Хорошо, я скажу. Мы взяли, мы вместе используем один и тот же тоник. Это тоник с алоэ вера. Мы взяли, опять же, мы используем... Но это, знаете, это в проб, потому что у нас еще есть... Ну, во-первых, у нас еще не закончился тюбик. Да. У нас есть еще маленький, да? Да. И мы взяли еще большой. Ну, потому что мы просто постоянно этим средством пользуемся. И чуть бы его со скидкой-то не взяли. Да. На сайте Эрбориан дороже еще цена, чем полная в Эль-Де-Буте стоит. И там иногда скидки делают. Ну, в общем, сейчас он в районе 2400 стоит. Если вы хотели, то у вас есть прекрасная возможность его взять. Да, давай. И мне взяли, у меня заканчивается концентрат для век. Ну, его наносят как бы полностью как маску. Это мы недавно вспомнили. Вспомнили. Нам рассказывали это, но... Дальше у меня заканчивается трем для шеи и декольте. Такой красный тюбик. Да. И у меня заканчивается... Вы спрашивали, чем я пользуюсь. Вы не поверите. Я пользуюсь гелем для лица. Он как дневной и ночной можно использовать. Вот из этой серии. Кому-то может не подойти гель на зиму. Но я использую еще сыворотку. Как она? Double Serum Clorans. Она достаточно маслянистая. И мне он подходит, потому что с ним, вот с этим гелем у меня нет высыпаний. И... Ну, в общем, раздражений нет. Он еще с антибактериальным каким-то действием. То есть у меня такая свежая-свежая кожа. Мне очень нравится. Все. Мы рады за свежесть вашей кожи. Спасибо. Я очень вам благодарна. Вот так вот. Да? Так вот прошел день. А-а-а. Я сегодня была в ДПРВ. Сегодня было занятие. Ну, давай ты это расскажешь, когда мы заказ получим. Там как раз будет. Хорошо. О чем рассказать. Хорошо. А я вам хотела сказать... У нас будет о чем поговорить. Все, кто удивляются, а где же фильмы? Где же фильмы? Мы просто их не открывали. Мы ничего от вас не скрывали. И если кто-то за нами смотрит фильмы, вы сможете даже продолжить за нами смотреть. Не, ну давай даже если мы не смотрим, все равно будем доставать, по крайней мере. Ну, а смысл, если мы их не смотрим? Мы хоть людям будем говорить, они хоть будут смотреть. Ну что, голосуйте в комментариях, как нам делать. Доставать даже если мы их не смотрим, или доставать только когда мы смотрим. Просто мы не успеваем их посмотреть. Вот, мы будем ждать от вас ваших комментариев. У нас уже два долга, да? Или три уже? Ну, мы один так и не посмотрели, который достали. И еще у нас за два дня долги. Ну, значит, три фильма уже, а завтра уже четвертый. Вот видишь, я же говорю, мы просто не успеем. Мы не успеем. Я чувствую уже панику, у меня стресс, стресс, стресс. Так, пожалуйста. Все, кто с Дальнего Востока, пишите, как у вас прям так же, как у нас на Твердор. Ну, и ставьте лайк и пишите, кто ждет от мамы рецептов. Она нам обещала рецепты, так что рецепты будут к Новому году. Пишите, пишите. Мне вот сегодня на прямом эфире, знаете, прямо крик души был. Ах, Ольга Ростиславовна сделает макияж. Макияж еще. Да, люди очень ждут. Фильм это не успеваю смотреть, а то и макияж, и рецепты. Так я точно до Нового года ни одного фильма не вспомню. Так что мы ждем и просим, просим. Вот так вот. Мы с вами обязательно увидимся завтра. Начало новой недели. Понедельник. Мы что? Я люблю понедельники. А я их не люблю. В общем, мы любим понедельники. Мы вас обнимаем крепко, 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 крепко. Желаем вам доброго утра. Счастливого дня. Спокойной ночи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok